Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем здарова, братишки, с вами Механик. Сегодня у нас новенькая тачка в GTA 5, и это ультра-приора. Просто супер-лакшери-приора. Посмотрите, насколько она офигенная и насколько она качественно сделана. Начиная от покрышек и заканчивая просто всем в салоне, очень-очень круто сделана. Сейчас мы ее посмотрим с вами. Также очень хочется отметить ее поведение на дороге. Смотрите, она реально шлифует. У нее действительно проминается резина. Все очень круто сделано в плане физики. Вот в плане именно поведения машины очень классно все проработано. Смотрите, ее также закидывают в поворот. У нее очень круто работает передний привод. И вообще она такая классная, что здесь не надо других машин. Здесь все должны ездить только на таких замечательных приорах. Ну, а если вы не любите приоры, тогда даже не знаю, как вам посочувствовать, ребята. Но если вы любите приоры, заниженные тазы и все такое, то обязательно ставьте лайк этому ролику. Так, давайте глянем сразу салончик тогда. Просто, чтобы вы посмотрели на уровень проработки этого замечательного салона. Посмотрите, стрелки. Все, короче, работает. Все очень круто. Здесь люкс-салон вот этот вот, самый последний, который был рестайлинг. Все сделано так же. Панель приборов, датчики. Все, короче, абсолютно так же. Даже экран вот этот точно такой же. Очень-очень круто и очень качественно все сделано. Единственное, но это руки чуть-чуть лежат не на руле. Чуть-чуть не на руле. А так в целом все очень-очень круто сделано. По кузову тоже нареканий нет. Прям вот идеально все сделано даже здесь. Это же не поворотники, это же надпись. Это надпись какая-то, типа там SE, да. SE там написано. Ну, типа комплектация топовая. И посмотрите, как она реально шлифует. Блин, обалдеть можно. Вот это да, вот это она едет. Я действительно не знаю, почему здесь все машины не могут быть настолько сделаны круто, реалистично, именно в плане поведения. Но, возможно, кстати, это сделано... Не то, что сделано, а это следствие той физики, которую я как-то ставил сюда на эту игру. Если вы помните, то она достаточно сильно изменяет поведение машин. И вот сейчас... Блин, ну очень круто, очень круто она себя ведет. Прям мне супер нравится. Но, как вы понимаете, приора без тонировки, без занижения, это вообще не приора. Поэтому мы с вами сейчас займемся ее, так сказать, доведением, ее доработкой, чтобы она была прямо идеальной приорой, чтобы она стала. Так, ну что, давайте здесь прямо и приступим. Или нет? Давайте мы ее все-таки сейчас сначала разобьем, посмотрим, как она бьется, посмотрим, что у нее простреливается или нет, посмотрим, что у нее отрывается. Так. Ох ты, блин, нифига себе. Просто, короче, занесло дико. Так, смотрим, задняя дверь приоткрылась. Попередку, ну такое, вроде как бы бьется, но не прям уж сильно. Посмотрите, крыло, бампер, фара. Нет что-то такого прям супер экстремального. По скорости тоже хочется сказать, что у нее далеко не самая прям топовая скорость. Ну и разгон, соответственно, тоже. То есть все могло бы быть круче, но в целом мне очень нравится. Очень забалансировано как-то и вполне... Блин, нифига себе, вот это втащили. Офигеть, ребят. Офигеть просто. Очень нравится. На, прямо, бэнч. Бэнч, вот это да, вот это шашечки. Просто же, ни хрена себе, вот это жесть. Пипец просто. Офигеть. Нормальная тачка. Нереально, очень, очень круто. И едет здорово, и выглядит офигительно, и разбивается даже классно. Блин. Вот это нифига себе. Вот это нифига себе. Обалдеть. Знаете, ребят, я, наверное, даже какой-то... Может быть, какую-то рп-шку сделаю потом про приору, потому что она мне очень дико понравилась. Так, что мы будем делать дальше? Мы ее сейчас затюнингуем. Где будем тюнинговать? Давайте прям... Блин. Думал, получится. Ну, очень реалистичное поведение переднего привода. Все, кто ездил на переднем приводе, вы вот отметите, что 100% прям сходство такое нормальное. Может быть, даже слишком, как бы, вот сделана такая... Как это сказать-то? Ну, короче, что шлифует очень сильно. Может быть, в реале и не так, но я думаю, что если жать газ в пол постоянно, то вполне себе может быть и так. С учетом того, что тачка достаточно легкая, а движок, в принципе, ну, достаточно мощный. 100 лошадей, как-никак. Так, ну что, давайте ее чинить. Давайте чинить. Давайте, наверное, ее красить. Но прежде всего мы ее сейчас... Вот что мы сделаем. Мы сделаем, во-первых, у нее должны быть стекла. Стекла. Черные просто, тонированные стекла. Это раз. Во-вторых, цвет машины. Он какой-то вроде черный, но не черный нифига. О, хромированная приора, смотрите. Может, матовую сделать? Черная матовая приора? Или белая? Ну-ка, сейчас посмотрим, белая тут есть? White. Где, блин, white? Так, ну что-то... О, вот он. Слушайте, ну, белая тоже красиво выглядит. Матовая белая приора на тонировке, на стоковых дисках, без номеров. Это прям вообще, это топ-левел. Так, ну что мы можем сделать? Давайте, может быть, движок чуть раскочегарим немножечко. Подвеску. Подвеску сделаем такую, чуть пониже. Так, двери, двери, турбину. Да что нет, давайте турбину воткнем, почему нет? И не хватает нам одной маленькой-маленькой детальки. Маленькой-маленькой. Вот такой вот. Или, может быть... Блин, наверное, даже вот такой детальки нам не хватает. Тихо, тихо, аккуратней. Блин, здесь вообще нельзя было съезжать на такой машине. Надо было вот тут вот аккуратненько съехать. Ой, помчал. Слышу, как раздувается турбина, но пока не с кем затягаться. Да, в принципе, какие тут могут быть конкуренты у такой машины. Блин, она вообще валит. Очень крутая. И рулится классно. О, с Мерином, смотрите. Гонки с Мерседесом. Ну, я вообще сделал его просто как стоячего. Ну, ты что, парень, ты не едешь совсем? Так, тормозим перед стоп-линией. Сейчас, это что такое? Типа Р-8? Блин, нифига, он нормально вырвался. Ну, эти. Подрезаешь меня еще. Блин, походу на красный пролетел. Ну и пофиг. Наприори, без номеров можно творить, что хочешь. Просто, что хочешь. Тачка. Тачка жир. Реально. Ну, посмотрите на нее. Ну, очень же круто выглядит. Так. Погнали в город. Что-нибудь сейчас найдем. Каких-нибудь приключений в городе. Посмотрим, что тут вообще можно делать с ней. Надо было, наверное, еще гидравлику поставить, чтобы можно было, типа, немножко приподняться, а потом опуститься и вообще было бы четко. Ну, ладно. Погнали так. Ох, блин, надо сейчас посмотреть. Может, тут тюнинг есть на нее? Не уверен, конечно, но мало ли, вдруг есть. Сейчас посмотрим. Сейчас надо где-то стопорнуться. Так, 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 так. Вот сюда мы сейчас поднимемся и там же и остановимся, в принципе. Там движение не такое плотное. Есть большая вероятность, что нас никто не стукнет. Блин, нифига ее закинул, как в поворот. Короче, вот так вот я остановлюсь, пожалуй, здесь. Мне тут нравится. Ну, что, давайте посмотрим, что у нас имеется по тюнингу. И вообще, имеется ли он в принципе. Так, двигатель, колеса. Нет, ребята, к сожалению, у нас нету никакого тюнинга. Очень жаль. Можем попробовать колеса какие-то другие поставить. Не, ну, понятно, что с колесами тоже какой-то вид типа имеет. Но, ребят, если честно, то ни о чем. Вот на стоковых, я не знаю почему, но мне лично очень нравится приора на стоковых дисках. Да, ясно, что здесь действительно есть самые такие прямо топовые крутые диски. Ну, даже какие-то такие. Ну, интересно же выглядит. Тут, вот, гипноз какой-нибудь. Но это не сток, пацаны. Я думаю, что мы сделали небольшое голосование в комментах. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, какие диски здесь подойдут лучше. Я голосую за сток. Вы, соответственно, можете написать типа тюнинг или сток. Мне кажется, что все-таки сток, он как бы круче. Бам, просто пошел. Пушка. Пушка, а не машина. Очень нравится. Очень нравится. Блин, ну классная вообще. Просто, просто классная. Спасу нет, какая классная. Прямо здесь, прямо вот в центре встал и ставишь такой, типа, стандартные диски. Ас, нашлифуем нормально. Че ты, дядя? Проблема кит у тебя, что ли, или че? А, дядя, че ты хочешь? Все, сел в приуру свою и уехал. Бам, просто и пошел. Офигеть. Обалдеть просто можно. Я не знаю, почему она мне так нравится, ребят, но она очень крутая. Очень крутая, реально. Так. Просто приора, короче, в Америке, в США. Очень здорово смотрится. Не знаю, почему, не знаю из-за чего, но мне очень нравится. Реально, очень она здесь как-то вот прям идеально как будто вписывается в эти ландшафты. И мне очень нравится. Я, наверное, раз сто сказал за эту серию, что она мне очень нравится. Но это правда, ребят, на самом деле она мне очень нравится. Она просто класс. Вот так как-нибудь такой, типа, чикс. Даже дорога здесь видно, что неровная, короче. Но она все равно нормально здесь выглядит. Хочешь, можно задом ехать. Нифига себе, как он близко проехал. Ребят, смотрите, сейчас задом, задом их сделаю. Я вижу, что этот поворачивает, но я успею стартануть до того, как... Давай, давай, загорайся быстрее, зеленый. Давай скорее, зеленый. Загорайся, зеленый. Давай. У меня сейчас резина лопнет. О, видали? Видали просто, что я исполнил? Бам! Ну, почти получилось красиво. Ну, типа, как полицейский разворот. Чуть-чуть немножко не вышло. Но я думаю, что это из-за того, что прижиная сила увеличена как раз-таки для занижения. И поэтому машина имеет большее сцепление с дорогой. Так, ну ладно, ребят, наверное, на этом будем заканчивать. Черт. Тем более, разбил приорика. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, ребят. Возможно, в скором времени выйдет какая-то рпшечка именно про эту тачку. И, возможно, ну, не знаю, может какой-то сериальчик возобновим. Посмотрим. Как знаете, меня сильно долго не хватает на такие рпшки, на сериалы, но я постараюсь. Ладно, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.